приветствую вас в очередном коротком выпуске стронгл мост наиболее часто проблему владеть ford scorpio с двигателями 2 литра nsd это 115 лошадей либо как сегодняшнем варианте это 2 3 литра у а5а собственно проблема заключается в их впускных коллекторах а именно впуск на этих двигателях выполнен из пластмассы а как мы знаем пластмасса имеет свойство лопаться и собственно на этом впуске как раз таки лопается то место куда вы вставляете свой термостат лопается краски сам корпус термостата дают трещину и ваш антифриз либо тосол убегает в никуда и деньги на ветер но как бы что делать да само собой можно купить новый но как новый был найти его где-нибудь на разборке но до найти во первых нужно постараться его найти во вторых даже если вы его и найдете он будет стоить конских денег практически неподъемные суммы за него озвучивают ну да ладно опустим тему со спекулянтами и как бы перейдем обратно к самому впуску даже если вы его нашли заплатили за него установили на свой автомобиль то не факт то что он у вас недели через две либо через месяц также не потечет до проблемы что же делать но проблему эту давно уже фордоводы бывалые решили и просто-напросто находят на разборках тех же впуск от двигателя n3a вот такой отпускной коллектор он как раз таки у нас металлический и этот впуск я снял со своего дышка вот он n3a установил я его ford корпус вы универсал где раньше стояла насти 115 лошадей и кстати говоря сейчас вот этот вот n3a 136 лошадей работает прекрасно на мозгах от восьмиклапанного двигателя это к слову говоря обратно же возвращаясь к самому впуску я тут подумал нельзя ли например не кромсать но забегая вперед говорю не кромсать его а просто-напросто поставить целиком на движок в опять а люди же как бы варианте выполняют данную процедуру немного другим иным путем а именно берут вот этот вот корпус термостата от металлического впуска берут также свой вариант от пластмассового и обрезают его меняют местами собственно да такая конструкция прослужит века но что делать тем людям которые не хотят его кромсать и что делать людям у которых мягко говоря руки растут не из плеч но так как одно дело его от кромсать обрезать все а другое дело сделать это все ровно так как здесь вот шаг влево шаг вправо и как бы расстрел поэтому нельзя ли просто напросто заменить и установить целиком сам впускной коллектор на движок в опять а и собственно что для этого нужно не нужно ли что-то докупать так как например ну сразу что бросается в глаза это например дроссельная заслонка на впуске вот двигатель n3 дроссель стоит из двух заслонок нежели на уай 5 а где одна дроссельная заслонка но как раз таки сегодня я все покажу и расскажу можно ли установить впускной коллектору двигатель n3 целиком на движок вай 5 а и так перед нами двигатель уай 5 2 и 3 литра и да здесь пока что небольшой беспорядок так вот хаотично провода лежат паутинкой дополнительный провод массы кинут на гбц вот таким вот образом но позже это все приберу а сейчас хотелось бы поговорить о впуске двигателя n3a который собственно должен вроде как сдружиться идеально с движком уай 5 а 2 и 3 литра и чтобы это все более наглядно показать было бы разумно просто напросто взять этот впуск и подкинуть его взамен родного пластмассового впускного коллектора но так как этот двигатель ранее уже перебирал и сейчас не хотелось бы его тормошить поэтому я возьму вот этот вот впуск на движка n3a и уберу его подальше от двигателя вай 5 а положу его пока что сюда на стол пусть полежит и собственно можно перейти уже к самому двигателю n3a и что мы здесь видим а здесь стоит впускной коллектор на дужке n3a вот двигатель уай 5 а 2 и 3 литра и как вы видите он идеально подошел конечно же его пока что насадил только на две шпильки вот они снизу 1 шпилька 2 шпилька но эти шпильки как вы видите подошли крепежное отверстие нашего впуска и сейчас и у нас собственно нагрянул возможно вопрос подойдут ли остальные отверстия для этого я возьму вот этот вот болт вкручу его сбоку сюда например закручу вот так вот наживлю вот он сел в резьбу держится также второй болт но например вот сюда посередине сперва его вкручу дабы показать то что отверстия совпадают на гбц и на самом впуске вот болт наживился держится сейчас я его вкручу еще сбоку сюда вот вкрутил держится теперь я их выкручу выкручу беру как вы видите болты в принципе вкрутить можно отверстия крепежные наши совпадают позже я это еще наглядно покажу а сейчас вопрос с топливной рампой вот у нас топливная рампа от двигателя n3a от вот этого вот движка как раз таки подойдет ли она на вкусной коллектор двигателя y5a сейчас увидим так проденем наши шланги внутрь сюда было бы это удобнее делать двумя руками но во второй руке у меня камера ай блин отпуск обошел вот садил и сейчас посмотрим садится ли она сам впускной коллектор и так вот у нас две форсунки например вот эти вот посередине возьмем второй и третий цилиндр вот это вот расстояние от форсунки до форсунки оно должно совпадать с вот этими вот отверстиями на впускном коллекторе двигателя y5a и сейчас мы в денем нашу рампу во впуск как вы видите рампа села еще остается закрутить ее раз болт и два болт и в принципе она будет держаться как бы она встает никаких проблем с этим нет поэтому дополнительно топливную рампу прикупать не нужно топливная рампа двигателя n3a точно такая же как и на движке y5a и так уберем его в сторонку сейчас речь пойдет о крепежных отверстиях и так наглядно покажу вот у нас впускной коллектор от двигателя n3a на нем имеются шесть крепежных отверстий вот раз два три четыре пять шесть нижние вот эти вот проушины они нужны как раз таки для этих шпилек которые я там показал далее же сверху наш плотной коллектор имеет также крепежные отверстия в четыре штуки остается и в них выгоняются болты тем самым наш впуск намертво крепится к гбц касаемо же самих крепежных отверстий и расстояния между ними она в принципе точь-в-точь аналогично впускному коллектору двигателя y5a поэтому никаких проблем у вас не должно возникнуть при принципе замене вашего впускного коллектора с двигателя y5a на впуск от n3a движка ну и далее можно переходить уже к той теме которая затронет вопрос о том что вам нужно будет прикупить для того чтобы собственно установить вот этот вот впуск взамен вашего пластмассового ну конечно же первым делом это в глаза бросается сам дроссель здесь на двигателе n3a дроссель состоит из двух дроссельных заслонок нежели на впуске двигателя y5a там у нас дроссель состоит из одной дроссельной заслонки поэтому нужно будет во-первых прикупить сам дроссель далее к этому дросселю идет воздушный тракт впуска воздуха собственно в двигатель на двигателе n3a из-за того что дроссель состоит из двух дроссельных заслонок у нас впуск состоит из двух патрубков нежели это на движке y5a где патрубок один и поэтому вам нужно будет также прикупить вот эту вот воздушную магистраль и далее думаю можно уже обратно вернуться к нашему впуску на котором находятся два температурных датчика собственно точно так же как и на впуске двигателя y5a первый датчик это вот сюда вот вкручивается он отвечает за сигнал который у нас уходит в бу автомобиля то бишь на мозге посылает сигнал о температуре нашей охлаждающей жидкости второй же датчик он чуть поменьше одноконтактный вкручивается вот сюда вот рядышком и отсылает сигнал на стрелочку которая находится на приборной панели сами же эти датчики немного иные нежели на впуске двигателя y5a вот например возьмем вот этот вот и сравним его с тем датчиком который здесь вот на y5a пуске но блин я до него конечно сейчас не доберусь но вот штекер который на него идет и сравним этот штекер в принципе с самим датчиком как вы видите они отличаются то бишь вот этот штекер не налезет на датчик от двигателя n3a поэтому можно сделать вывод то что датчики разные но все же эти датчики оба двухконтактные поэтому с подключением проблем не возникнет касаемо же вот этого вот второго датчика который одноконтактный на впуске двигателя y5a этот же датчик он уже двухконтактный и как бы зная то что вот этот вот контакт на одноконтактном датчике он нас идет как плюсик а корпус как минус а вот в этом же датчике например минус и плюс внутри самого разъема то также в принципе по раскинув мозгами можно его легко подключить и никаких проблем это также вызвать не должно далее же переходим к самому впуску впуск на двигатель n3a состоит из двух частей вот это вот основная нижняя часть и верхняя часть в которой собственно есть заслоночка и собственно сюда же прикручивается наш дроссель вот эта вот заслонка отвечает за геометрию нашего впуска если у вас есть начинка на автомобиле которая будет управлять этой заслонкой то ладно можете подключить сюда вакуум и будет в принципе все работать если же у вас точно так же как у меня ну я например вот этот вот n3a двигатель свапнул универсал где стоял двигатель nsd у которого не было виз системы изменения геометрия впуска поэтому в принципе электронной начинки у меня нет и я просто-напросто оставил это просто так вот здесь собственно у меня заслонка в таком вот жду чем режиме постоянно открыто я так ездил и никакого недостатка в мощности я не замечал поэтому смело можете ставить и как бы точно так же ездить но конечно же на дина стенде думаю это будет видно обороты будут немного ровнее на различных там цифрах но все же в обыденной жизни как бы и так нормально можно ездить и не палиться можно вообще эту заслонку убрать касаемо же прокладки которая стоит на впускном коллекторе двигателя n3a то выполнена она вот в таком вот виде в виде целостной пластины на которую нанесена прослойка резины собственно которая тонюсенькая и должна выдержать напор нашего воздуха и собственно охлаждающей жидкости не знаю возможно на новой прокладки этот слой резины будет чуть толще где же он по ходу уже и жил свое время свой срок службы и поэтому собственно у меня тассовый начал капать но прокладка же которая например на у ай-5а в пуске она но немного отличается там нет вот такой целостной пластины а идут отдельные резиночки на этот впуск на этот на это ты на 1 также отдельная резиночка уплотнение идет на канал которую по которому в принципе бегает наша охлаждающая жидкость поэтому с этим также проблем никаких не должно быть просто напросто покупаете нужные вам уплотняющие в принципе резинки прокладку и собственно устанавливаете сам впуск далее же переходим уже наверное к заключительной части нашего этого короткого видоса и так таким образом можно смело говорить о том что если ваш пластмассовый впускной коллектор на двигателе 2 и 3 литра у а5а лопнул то вы можете его целиком заменить на впуск от двигателя n3a либо если у вас руки растут из плеч и вам захочется покромсать покрушить чего-то там отпилить то вы можете взять тот же впуск от двигателя n3a отпилить вот эту вот часть сам корпус термостата и присобачивать эту часть принципе к своему впускному коллектору пластмассовому да конечно эта конструкция прослужит вам века но если вы эстет и захотите целиком его установить то это тоже возможно но не забывайте в данном случае прикупить дроссель и воздушную магистраль топливную рампу вам не нужно покупать и кстати саму воздушную магистраль тоже можно и не покупать потому что ее можно сделать изготовить самостоятельно сделать кастом например из полипропиленовых труб как это сделал я на этом автомобиле да эта конструкция рабочая никаких хлопот мне по сей день не доставляет поэтому смело можете дерзать и делать то же самое но если же у вас например двигатель nsd то как быть в данном случае ведь там тоже пластмассовый впускной коллектор и он тоже имеет свойство лопаться также на том месте где у вас находится корпус термостата то бишь он дает трещину что делать тогда как выходить из положения так как вот этот вот впуск от n3a двигателя целиком туда не встанет так как вот эти вот воздушные отверстия то бишь через которые проходит воздух в двигатель они немного другой формы да и я не уверен то что например сами крепежные отверстия подойдут но да вы конечно же можете также отпилить вот этот корпус заменить его поставить на свой nsd впуск но если вы захотите также целиком его установить то у вас ничего не получится тогда что же делать если вы хотите например металлический впуск есть из-за этого тоже выход например впускной коллектор от n9d двигателя там он металлический и у него выходные как раз вот эти вот отверстия под воздух в двигателе они как раз точь-точь такой же формы что на двигателе nsd что на движке например n9d да я не уверен то что там также будут совпадать крепежные отверстия с впускного коллектора n9d с гбц от nsd но все же вот эти вот выхода они одинаковые поэтому думаю то что ну возможно что-то да совпадет конечно я в живую этого не видел но судя по картинкам вроде бы как все совпадает поэтому в этом случае уж сами смотрите нужно прикидывать если же у меня окажется в руках впускной коллектор от двигателя n9d то я само собой сделаю сравнение так как у меня в гараже лежит как раз таки движок nsd со своим впускным коллектором но в том случае с моим уже движком там уже стоит металлическая часть от n3a движка поэтому с ним также никаких проблем нет но если вдруг вы захотите задонатить мне впускной коллектор от двигателя n9d то я буду рад его принять и показать вам подойдет ли он двигателю nsd поэтому на этом думаю пока что все уже дождик во всю начинается и как бы кому понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь и до новых встреч